Здравствуйте! Это «Суть дела». Единственной реальной альтернативой в условиях падения внутреннего спроса и невозможности провести быстрые реформы для Японии – это выход на внешние рынки. Синза Абе и другие представители правящей либерально-демократической партии неоднократно высказывали за адаптацию японских компаний к глобальной бизнес-конъюнктуре и поиску возможностей для роста. Именно на этом направлении новый премьер преуспел. В отличие от предшественников, Абе объявил курс на дипломатическую поддержку японских компаний за рубежом, побещав стать для них лучшим продавцом и заверив, что в эпоху глобальной конкуренции правительство не должно сомневаться в необходимости оказать поддержку конкретным компаниям. Закономерным выглядит присоединение Японии к переговорам по транс-тихоокеанскому партнерству. Но по оценкам Patterson Institute for International Economics, рост доходов Японии от соглашения, если оно даже и будет ратифицировано, что, кстати, после избрания Трампа выглядит крайне сомнительно, в частности за счет расширения доступа на американский рынок японских машин, будет номинально сопоставим с выигрышем США 125 миллиардов долларов и 131 миллиард к 2030 году на 2,5% и 0,5% ВВП к уровням 2015 года соответственно. Но главным направлением внешней поддержки стали инфраструктурные проекты. Еще в мае 2013 года в рамках новой экономической программы была объявлена цель увеличить экспорт инфраструктурных решений в три раза до 30 триллионов йен к 2020 году. Особая роль в продвижении зарубежных проектов была отведена Japan Bank for International Cooperation и его старшему управляющему Тадаси Мазди. К примеру, в Индии Абе продвигал при помощи дешевых кредитов проект скоростных железных дорог. Китайские и японские компании конкурируют из-за строительства такой дороги между Сингапуром и Куала-Лумпуром. Японский бизнес стал действительно активнее инвестировать за рубеж. В 2013 году прямые инвестиции выросли на 11%, до 135 миллиардов. В 2014 рост замедлился, а в 2015 году в долларовом выражении вложения за рубеж сократились на фоне ослабления иены. Но за первое полугодие нынешнего года их объем уже превысил 71 миллиард долларов. Причем рост отмечается в таких отраслях, как транспорт, телекоммуникации, финансы. Крупнейшие японские компании заметно активизировались на зарубежных рынках недвижимости и в сделках слияния и поглощения. Причем за покупку они готовы заплатить даже больше, чем принято в мировой практике. Несмотря на спор из-за Курил и отсутствие мирного договора, в экономическом плане с северным соседом Японии повезло. Это рынок с самым низким уровнем конкуренции в Азии и в то же время со значительными запасами ресурсов. Хоть это и не отражено в официальной статистике, фактически Япония, а не Китай, является самым крупным азиатским инвестором в России. По сумме крупных сделок японские компании вложили за 25 лет 14 с лишним миллиардов долларов. Из них 10 с лишним миллиардов в топливно-энергетический комплекс. В частности, в проекты на Сахалине японские Митсуи и Митсубиши входят в капитал Сахалин Энерджи вместе с Газпромом и Royal Dutch Shell. Но по данным Центробанка России, инвестиции Японии в Россию намного меньше. Всего миллиард 200 миллионов долларов. Не считая 439 миллионов в 2015 году. В 2014 году было инвестировано 271 миллион долларов. После майского визита Синзуабе в Сочи о размораживании отношений после введенных в 2014 году санкций стали говорить все громче. Помимо прямых контактов двух лидеров с новым японским министром по сотрудничеству с Россией в области экономики Хиросиго Секко встречались полпредпрезидента Юрий Трутнев. В частности, в рамках визита в Японию в мае. И первый вице-премьер Шувалов. Переговоры прошли во время Восточного экономического форума. Судя по заявлениям представителей бизнеса и чиновников, посетивших форум, улучшение отношений сулит новые проекты в добыче. Самым близким к реализации авансов стало обещание японского банка выделить кредит на проект Ямал-СПГ в размере 400 миллионов долларов. Переговорщики указывают на расширение мандата банка в этом году и возможность участвовать в более рискованных сделках. В отрасли эти деньги критически важными не считают, но надеются, что кредит снимет психологический барьер для участия зарубежных инвесторов. В свою очередь японцев уже позвали в новый проект «Новотека» строительство завода по сжижению природного газа «Арктик» СПГ-2 на полуострове Гэдан. По словам министра энергетики Александра Новака, обсуждается строительство третьей очереди СПГ завода «Сахалин-2». В Митсуи заявили, что готовы инвестировать более миллиарда долларов. И расширение поставок углеводородов. Переговоры идут по горнодобывающим проектам в Якутии и инвестициям в модернизацию аэропорта Хабаровск. Хотя сенсацией представительность японской делегации на Восточном форуме стала лишь в этом году, еще в сентябре 2015 года в российском правительстве не публично говорили о том, что в отношении двух стран находятся на пике. И предполагали, что американцы все же позволили японцам пойти на контакт с Россией. А японский бизнес, к удивлению многих участников, и тогда смотрелся весомее китайского. Возможно, из-за оптимистичных обещаний Тадаси Мазды выдавать кредиты в иенах, когда китайские госбанки требовали государственных гарантий. Безусловно, важным для инвесторов оказалось именно присутствие на площадке федеральных чиновников. В случае частных инвестиций – не в добычу. Это позволяет исключить Москву как отдельную остановку в цепочке согласований. Важна и возможность лоббирования через конкретного человека, когда это касается ключевых статей и сдержек. К примеру, за аппаратную борьбу в снижении тарифов на электроэнергию в регионе за счет надбавки в ЦФО выступает Юрий Трутнев. Вот только пока что основные иностранные инвесторы у нас – это китайцы. На форуме была объявлена сделка по сборке двигателей Мазда для их реэкспорта в Японию. Но за прошлый год японские инвестиции были направлены лишь в проект по выращиванию овощей. Главы крупнейших японских корпораций, посетившие Восточный экономический форум, хотя и обсуждают проекты на Сахалине и в Якутию, ждут все же особого статуса в Москве и облегченного доступа в те сферы, которые считаются стратегическими, а потому, по большей части, закрытыми пока для инвесторов из Китая. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся.